10 июля в зале заседания администрации состоялось еженедельное рабочее совещание руководителей муниципальных управлений и ведомств, которую провёл глава города Зайнудин Акмазов. Заслушиванию подлежал отчёт о проделанной работе за 2017 год директора Хасавюртовской централизованной библиотечной системы Эльмира Якубова. В 2017 год по Советской городской централизованной библиотечной системе был объявлен годом Фазуа Ливы в честь 85-летия со дня рождения народной поезды Судакистана. Эта акция вместила в себя несколько масштабных событий. За сравнительно короткий срок библиотекой были созданы ресурсы, представляющие полную ярких трагических событий, жизнь и самобытное творчество, выдающее себя через странный город. На странице в различных социальных сетях размещено более 400 материалов. Суммарная цифра просмотра наших сообщений от Фазуа Ливы во всех сегментах всемирной паутины приблизилась к полуторам миллионам. В самом начале акции библиотекаристам принесли, что документный фонд оказался не в состоянии справиться с существенно возросшими у горожан спросом на книги Фазуа Ливы. Поэтому было решено оцифровать все имеющиеся в наличии издания писательницы и предоставить определяемые правовыми нормами доступ к электронным версиям в сети интернет. Специалисты библиотеки сумели создать виртуальные копии около 80 книг Фазуа Ливы. На основе собранного материала создан электронный библиографический указатель Фазуа Ливы «Голос мира и любви», пользователя которого с помощью всего одного клика могут перейти к полному тексту книги, журнальные или газетные публикации. В своем отчете Эльмир Якубов отметил, что наиболее популярным в юбилейном калейдоскопе стал проект «Живая книга поэзии» Фазуа Алиевой. В библиотеке имеется солидный опыт видеозаписи, чтения литературных произведений не профессиональными актерами или известными личностями, а обычными книголюбами, школьниками, учителями библиотекарями, студентами. Вот и на этот раз была собрана видеокнига, в которой на 85 живых страницах любители поэзии из Абхазии, Азербайджана, Греции, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Литвы, Таджикистана, Украины, Франции, Эстонии, Москвы и различных регионов Российской Федерации, всех перечислять будет достаточно долго, вдохновенно депламируют лирические строки народной поэзии с этой стороны. Без ложной скромности скажу, что работа в прошлом году в библиотеке была сделана немало, но еще больше предстоит. И я уверен, что те задачи, которые сегодня перед нами поставят, будут решены, потому что в лице тех людей, которые сидят сегодня в этом зале, мы получаем постоянную поддержку. Не было ни одного вопроса, по которому мы нашли оптимальное решение и в администрации, и во всех административных структурах. Я хотел бы всех поблагодарить за такое внимание. По завершению выступления Эльмира Якубова, глава города Зайнудин Акмазов положительно оценил деятельность всего коллектива библиотеки и выразил благодарность за активную информационную работу. Зарема Хайбалаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».